Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами как всегда Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игрушку Растения против Зомби. А точнее, ребятки, не продолжать, а по новой начинать игру. В прошлой части, ребят, мы с вами уже всё-таки, наверное, прошли вторую часть Растения против Зомби 2. Ну, конечно же, не до конца, но я решил начать с первой части, потому что подписчики просят, чтобы я поиграл именно в Plants vs. Zombies в первую часть. В общем, сегодня, ребят, мы будем начинать играть всё сначала, а именно не в Android-версию, а в компьютерную версию. Потому что они отличаются друг от друга. PopCup Games представляет. Plants vs. Zombies, что в переводе означает Растения против Зомби. Зомби, ребятушки, охотятся на растений. Вот, если мы видим в жизни, что зомби охотятся только на людей. А здесь они, ребят, охотятся не только на людей, но и на растения. Вот это, я так понял, мой дом, ребята. Это мой газон. Ага, щёлкните по пакетику с семенами, чтобы его взять. Давайте вот так вот сюда его поставим. Отлично. Щёлкайте по падающему солнцу. Продолжайте собирать солнце. Вам нужно посадить больше растений. Всё, ребятки, я так понял, за солнышки мы будем покупать растения. Одно солнышко, это 50... Монет. Или 25. 25, наверное, да. Так, ну что ж, ребятушки, зомби наши начали уже потихонечку уничтожаться. Так, отлично. Так, сюда посадим. Замечательно. Последняя волна, ребят. Ну что ж, последняя волна зомби идёт. Я думаю, мы насажали достаточно растений, чтобы наши зомби уничтожились. Я так думаю. Да, ребятки? Отличненько. И мы прошли, ребятушки, этот уровень, наверное, да? У вас новое растение. Даёт вам дополнительное солнце. Отличненько, ребятки. Посмотрите, у нас есть новый подсолнух. Это, наверное, нам его нужно сажать для того, чтобы он нам давал дополнительное солнце, ребятки. О, ребят, ещё три газончика. Неплохо. Теперь у нас три будет этих. Теперь у нас что? Будут три подсолнуха крайне важные, ребятушки. Постарайтесь посадить как минимум три растения. Ребятки, я так понял, подсолнух, ребят, нужен в любом случае. Как-то не крути, потому что нам нужны дополнительные эти очки, чтобы покупать, ребят, больше оружия. Вот этих вот горохострелов для того, чтобы уничтожать этих зомби. Потому что зомбиков, ребятки, будет сейчас... Ой, как немало, ребят. Будет достаточно много. И я рекомендую... Так, откуда идёт? Давайте посмотрим. Туда, в принципе, и поставим горохострел. Вот, в принципе, сюда. Пускай начинает стрелять наш горохострел, потихоньку уничтожая таким образом этих злых и нехороших зомби. Так, второго сюда поставим. Потому что будут идти по всем фронтам, в принципе, по всем линиям. Так что, ребят, я рекомендую ставить везде. Так, ну что ж, ещё одно солнышко мне нужно и... А что, эти будут дорожать или нет? Скажите мне, подсолнухи. О, подсолнух, наконец-то, родил, да. Давайте вот так вот сюда сделаем. Я так понял, ребятки, видите, здесь и с неба падают подсолнухи, и мы их собираем ещё в придачу. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребятчики, наша игра начинается. Мы уже на втором уровне, и с лёгкостью мы продолжаем бой. Смотрите, как мы уничтожаем этих злых и нехороших зомби. Довольно быстро. Что, всё? Приближается большая волна зомби. А нет, ребятчики, не всё так. Где будет больше всего зомби, туда я и буду, собственно, ставить вот этот большой, ребятчики, горохострел. Последняя волна, вот, ребятчики, идёт с флагом, давайте сюда. Хотя нет, неправильно, надо было посередину ставить, но ничего. Так, ещё одно солнышко, давайте ещё один горохострел поставлю. Вот так вот. Отличненько, дорогие друзья, мы с вами справились с заданием, и мы с вами прошли этот уровень и продобрали, ребятчики, вишенку, которая стоит 150 очков. Так, ну что ж, что же с ней, ребятчики, нам нужно придётся сделать? У вас новое растение, вишнёвая бомба. Так, ребят, она взрывает всех врагов поблизости. Ну что ж, погнали дальше. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Так, и что вы нам предлагаете? Там уже зомби, ребятки, в каких-то фуражках, вы видели? Так, 3, 2, 1, сажай. Ну что ж, в принципе, начинаем, ребятчики, сажать, потому что... Так, надо будет испробовать в этом уровне вишенку, посмотреть, на что она способна, в принципе. Так, ребятчики, нам нужно от подсунухов насажать. Я думаю, нужно больше, чем 3 посадить. Ребята, вот они говорят, что зомби вернулись. Вы это слышите вообще? Брэйнс, ребятки. Что привозят, означает мозги. Вот они, мозги, наши хотят, ребят, съесть. Но мы, конечно же, их не даём. Так, ребятки, будем сажать по третьей линии, потому что я хочу в 2 ряда посадить подсолнухи, которые будут нам приносить прибыль. Прибыль в солнышках, ребяточки. И это будет, я думаю, замечательно. Мы так быстрее всего справимся с этими зомби всеми и выиграем эту, так называемую, битву. Так, ставим везде, ребяточки. Вот так вот. В принципе, всё пока идёт, ребят, неплохо. Самое главное нам поставить 2 грохострела сейчас, потому что там зомби пойдут с колпаками на голове. Сначала нам нужно будет, ребятки, разбить эти колпаки, а потом аж приступать только к этим злым и нехорошим зомби. Ну давайте, ладно, вот так вот сделаем. Я думаю, нам 5 подсолнухов вполне хватит. Так что давайте, собственно, этим займёмся. Так, ставим сюда 2 грохострела. Пускай уничтожают этого зомби с колпаком. Вот видите, сначала колпак портится, а потом сам зомби. Самое главное, чтобы он не съел, ребят, моего этого растения. Так, ну чё ж, в принципе, нам вишенка, наверное, не понадобится здесь. А может и понадобится. Сейчас, может, когда будет большая волна, может, мы её и купим, ребят, чтобы справиться с этим заданием. Так, ребятки, приближается большая волна зомби. Надо действовать. Осталось ещё 50 очков для вишенки. Ну всё ж, давайте дождёмся их-то, наверное, взорвём вишенку. Последняя волна, ребят. Так, а куда же её положить, вишенку нашу, сюда? Ого, ребята, вот смотри, вишня взорвала тупо всех зомби вокруг. Вы это видели? Так, и мы подбираем, ребятки, какой-то орешек вот здесь. Вот зачем он нам нужен этот орех? Мы сейчас и посмотрим. А, я так понял, ребят. Это орех, как и со второй части, задерживает зомби и защищает другие растения. Ну что ж, давайте попробуем, собственно, посмотреть на этот орех, с чем его едят и что это вообще такое. Ого, ребята, посмотрите вы сколько... Посмотрите на старт, внимание, сажай. Вы только посмотрите, сколько нам, ребятчики, предлагается посадить этих зомби. Вы это видели? Это просто капец. Не посадить не зомби, а этих растений. Уже у нас раз, два, три, четыре, пять, ребята, площадок, которые полностью нам нужно засажать, потому что оборонение от зомби нам нужно в первую очередь. Так, ребят, надо собирать солнышки поскорее. Давайте пока задержим его. Так, еще одно солнышко. Я поставлю сюда горохострел, в принципе. Все, пускай стреляет. Давайте мы эти подсолнухи в два ряда посадим, для того, чтобы нам было их много, у нас их было много, и мы хоть что-то смогли с ними сделать. Так, идут зомби новые. Это я прекрасно вижу. Сейчас мы поставим туда нашего горохострела. Вот сюда вот, отлично. Так, ну что ж, первую площадку мы засадили, ребятки, растениями, которые нам будут помогать справляться с этими злыми и нехорошими зомбами. Давайте пока притормозим его, да? А пока будем собирать денежку, посадим вот сюда, вот горохострела. Все, еще четыре подсолнуха, ребят, и в принципе можно воевать. Я думаю, нам достаточно будут плодов приносить эти подсолнухи, для того, чтобы мы покупали с вами новое оружие и отбивались от этих зомбаков. Ну что ж, десять, ребятчики, десять растений не так и плохо, да? Так, ну что ж, давайте, 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 еще. Теперь мы поставим вот сюда вот горохострел. Давайте еще один. В принципе, сюда нужно купить орех, ребят. Сейчас подгрузится немножко. И мы купим туда орешек. Так, ну что ж, деньги, ребятки, полились рекой к нам. И это просто, ребят, я считаю, замечательно. Да, это просто, ребятки, супер. Так, ну что ж, а что мне надо делать? Что же мне нужно сделать, ребята? А, вот так вот, я уже забил просто. Так, сейчас посмотрю, ребятки, денег куча, а вот загрузку надо ждать долго. Давайте вишенку, наверное, бахнем сюда. Угу, ребята, вот это у нас доходы пошли, да? Неплохо. Все равно некуда деньги делать. Давайте хоть накупим, ребятки, с вами подсолнухов, да? Да. Так, ребятки, приближается последняя волна зомби. И давайте, наверное, приготовим им вишенку для начала. Отлично, ребятки, половинку мы, половину зомби мы уничтожили с вами. Буквально сразу же. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят, у нас получается, верно? Отличненько, дорогие друзья, просто супер. И что это у нас такое? А это у нас, ребятчики, лопата. А зачем она нам нужна? А, ребят, все, я понял. С ее помощью мы можем, ребятки, выкопать растение, чтобы посадить на его место другое растение. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Так, ребятки, это что? Я так понял, какая это суперигра? Приветики, сосед, ребят. Это, в общем, мой сосед. Вот пришел, что он хочет. Меня зовут Безумный Дэйв, но ты мне можешь звать просто Безумный Дэйв. Слышь, у меня для тебя сюрприз. Но сначала расчистить газон. Хватай лопату и выкапывай эти растения. Начинается копка. Конечно, давайте выкопаем все растения. Какая проблема-то? Отлично, переходим к сюрпризу. Будем играть в боулинг. Вот, хватай орех. Ну что ж, давайте, ребяточки, сыграем в боулинг. Довольно-таки прикольно, я считаю. Так, ну вот, собственно, и зомби идут. Так что, давайте будем в боулинг играть. А, все, я понял. Вот это у нас боулинг такой. Ого, ребята, смотрите, взрывающиеся орехи есть. Так, ну что, давайте. Что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Да, получается. Ого, аж два сразу, ребят, зацепило. Я не думал, что так можно. Ну что ж, боулинг. Прикольная такая вот игруха, ребятки. Я не думал, что она будет такая прикольная. Отлично, ребят. Четыре зомбика подряд взорвали, да? Круто. Ох, и здесь тоже. Вот это классно. Ребятки, приближается огромная волна зомби. Предупреждает меня компьютер. Я сейчас буду как-то с ней бороться, наверное. Последняя волна, ребят. Вон с флагом, смотрите, мозги несёт. Отлично. Опять сразу заболбили. Последнего, ребяточки. Круто, ребятки. Вот это сюрприз мне сосед, что ли, дал? Это, ребятки, какая-то такая картошка, которая взрывается, наверное. Бомба, картофель. Ну что ж, ребятки, взрывается при контакте. Картофельная мина взрывается при контакте, но требует времени на зарядку. Ну что ж, довольно-таки неплохо, ребяточки. И я считаю, что это просто замечательно. И погнали. Так, ну что ж, ребяточки, что у нас тут дальше? Всё, давайте будем сажать, 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 сажать. Так, картофельная мина у нас есть, ребятки. Это уже довольно-таки неплохо. Мы теперь с помощью неё можем... У нас ещё и лопата, смотрите, есть. Мы выкапываем растение там, где посадили, да? Например, можем выкопать любое и заменить его на другое, да? Ага, всё, зомбики пошли. Смотри, в галстуках. Сейчас мы их, наверное, вот с помощью картофельной мины и подзорвём. Если она успеет, конечно же, зарядиться, я так думаю. Успела, ребятки, отлично, он сейчас взорвётся. Отлично, ребят, круто. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо, ребятки, мы с вами работаем. Так, ребят, надо срочно покупать грохострел, потому что там уже идёт зомбик, там, где я поставил орешек. Ну что ж, в принципе, что, у нас доходы, ребятки, капают, всё, отлично. И здесь вот ставим грохострел второй полностью, чтобы защищать нашу, так сказать, оборонную деятельность. Так, всё, ребятчики, отлично, хорош сажать этих солнышек. Теперь нужно расставлять, ребятки, оборону нашу. Эй, чуть не съел моё это растение, ребятки, вы это видели? Давайте ему орешек сюда поставим, а сюда мы поставим эту стучку. А, это он сейчас перескочит, это бессмысленно ставить её, да? Эй, ребята, а что творится-то? В принципе, нет, всё нормально пока у нас. У нас всё пока хорошо, не нужно волноваться. Так, давайте, 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 поставим-ка сюда. Так, ребяточки, опять спортсмены бегут, надо от них, ребятки, защищаться как-то. Так, ребятки, большая волна зомби приближается, и что делать, я даже уже не знаю. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо, что мы поставили, ребятки, орешки эти по краям, реально, потому что нас бы уже давно выничтожили. Эти злые, нехорошие зомби. Всё, ребяточки, отлично, и не надо ничего выдумывать заново. Мы отлично с вами справились, ребят, с работой. Так что, ребятки, просто замечательно. И поймали мы, ребятки, с вами вот такую вот штуку. Это такой горохострел, только стреляет, наверное, он какими-то другими штуками. Стреляет ледяными горошинами, которые наносят урон и замедляют врагов. И это, ребятки, просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно-таки неплохо. Давайте, наверное, продолжим в следующем эпизоде. В общем, ребят, подписывайтесь на мой канал. Если вам это понравилось, вам это видео ставьте палец вверх. Если не понравилось, ставьте, конечно же, дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был, как всегда, Юра. Ребят, вы были на канале Вечное Детство. До скорых встреч. Мы играли в растения против зомби. Пока-пока.